На Донецк. Тверские спасатели отправляются на юго-восток Украины в составе 9-го гуманитарного конвоя, насчитывающего свыше 120 машин. Их цель – доставить груз весом в 4 тонны на территорию, охваченную боевыми действиями. Автомобиль доезжает до города Воронежа, спас центр Воронежский. В составе сводной колонны планируют совершить марш в Ростов-на-Дону, также в поселок Ковалевка, где формируются очередные колонны и с последующим убытием в Донецкую область. Весь путь предстоит пройти двум тверским водителям МЧС. Андрей Шаров самостоятельно вызвался доставлять груз. По его славам, каждый должен помогать людям в трудной ситуации. Насколько бы опасной не оказалась поездка, в ней он видит выполнение своего государственного долга. Страшно само собой, но все же надо помогать ближним, там людям еще хуже. Вместе с напарником Андрею Шарову предстоит доставить гуманитарный груз в одну из самых страшных точек на сегодняшней карте мира. Было решено, что автомобиль из Твери привезет предметы первой необходимости, предназначенные семьям донецких пожарных и спасателей. Все товары приобретались на благотворительные пожертвования работников МЧС. Неоценимую поддержку оказали и некоторые тверские предприниматели. Четыре тонны гуманитарки удалось собрать всего лишь за неделю. Гуманитарная помощь включает в себя воду, обычную питьевую воду, она бутилированная, как полуторалитровые бутылки, пятилитровые бутылки. В основном порт также сделаны медикаменты, это бинты, стерильные повязки, перчатки для оказания первой какой-то необходимой помощи. Кроме того, тверские спасатели, как самые настоящие Деда Мороза, привезут детям новогодние подарки. По мнению сотрудников МЧС, их родителям сейчас совсем не до праздников, а дети все равно остаются детьми и ждут чуда в Новый год. И пусть спасатели не вернут мир в охваченную войной страну, они помогут нуждающимся. Этот гуманитарный груз стал первым для сотрудников Тверского МЧС, но далеко не последним, говорят сами спасатели. Юлия Ильичева, Максим Андрей, фронтовый пилот.